Сейчас мы пойдем в гольф-клуб, чтобы отобедать. Ох, какой дерзкий. Роликс надо. Графа для все включено и для того, у кого все выключено. Заказать там себе, например, несколько блюд уже нельзя. Откуда здесь оливки? Сочиняя это. Вовремя мы с пляжа свалили. Икра лягушки. Да и ладно, не гавкай. Давай, 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 топай. Давай, 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 не возмущайся. Снега пока нет. Ну, если открыто, можно зайти, да, наверное. Надо, мне кажется, валить отсюда. Это с дуэли наверху, видите, чьи-то еще. Ну, такое, демократия, да, на честном слове. Птичка Дадо. Русский стандарт. Обошелся дешевле, чем отдых неделю в Турции. Очень понравилось. Рекомендую хотя бы один раз посетить Маврию. У нас еще один прекрасный денек. Так, мы сейчас идем на стоянку. Для чего? Кто отгадает? Для чего? Чтобы пообедать. Чтобы доехать от этого ресторана в своем отеле до другого. Кешком не можно. Территория отеля, наверное, 28 гектар, да, тыскала? Тут и гольфовые поля есть. Мы, в общем, едем. Написано, что а-ля карт ресторан у нас в обед включен в гольф-клубе. Сейчас мы поедем в гольф-клуб, чтобы отобедать. Надеюсь, что не придется возвращаться. На разведку. Чтобы было понимание, здесь территория, в общем, как кто отдыхал в Барселло, в Доминикане, либо в Мексике. Здесь то же самое. В общем, целый город. Целая своя. Вот какой дерзкий. Целая своя территория огромная, где надо перед... Мне кажется, здесь не 28 гектар, здесь больше. А, вот гольфовые поля уже видны. Тут даже светофоры есть, смотри. Вот у нас гольф-клуб. А здесь вот самое... Подойдет? Да. Охрана. В общем, здесь гольф-клуб, и я на английском просто говорю. Портис опять. 31-01. Да, 31-01. What's your name? Мы приехали в гольф-клуб, и сейчас у Ольги ответственный момент. Она нас сюда привезла на обед. Ну вот, просто обещала накормить в ресторане. Сейчас мы посмотрим, как это сработает. Ну, здесь вот есть магазин для любителей гольфа. Так, идем. Ресторан прямо. Здесь. Вина. А, здесь бар. Очень красивая обстановочка такая. Класс. Интерьер классный. Ну, и вот здесь ресторан с видом на гольф-поле. Здесь мы сейчас пообедаем. Роликс надо. Вон, смотрите. Роликс. Как в этом, знаешь? Вот наш столик. А народу, знаете, почему нет? Ну, в смысле, в ресторане. Потому что многие, во-первых, не знают. А во-вторых, вот здесь какая-то штучка. Здесь что-то жарят, видимо, по вечерам. А во-вторых, что во-вторых, сюда надо добираться еще. Пешочком сюда далеко. Как в Доминикане не ездит трансфер какой-то между отелями этими. Так как у нас есть машина, мы молодцы. В общем, принесли нам меню. И, как обычно, здесь есть графа для все включено. И для того, у кого все выключено. Некоторые позиции есть даже для для кого все включено за деньги. Но со скидкой. Цены в рупе делите на 480. Получите цену в евро. Но еще надо будет заплатить плюс 15%. Ну, Оля переводит там в переводчике что-то интернет здесь есть тоже. Здесь нет. Так, раз-два. Три, четыре. Четыре листочка. Принесли нам напиточки. И Оля сейчас вам расскажет про меню. Особенность в ресторане. Особенность какая здесь в ресторане. Можно заказать только одно основное блюдо и один десерт. То есть, заказать там себе, например, несколько блюд уже нельзя. Для тех, кто все включено, да? И там в меню только основные блюда. Нет салатов, там закусок. В общем, все, сколько там? Четыре листочка, два листочка основные блюда. Ну, мы взяли постейку Стреплонда, австралийский. Там было написано, что будет салат и так далее. Но сейчас мы посмотрим. В общем, в первый день с нами просто спорить не стали. И нам и салаты принесли, и первое, и второе. В общем, принесли такой местный хлеб. Ох ты, тепленький. Прям только испеченный, что ли. Какой-то массу непонятную. Слушай, ну ты вот, он же каждый раз, когда они, когда каждый раз приходят, приносят, они каждый раз объявляют, что это. Рассказывают, да. А ты как вот из деревни. Да, они просто русский язык не знают. Поэтому придумают. Это хлеб нашего фермера с наших билемборских лесов, с оливковым, вот этим черномаслиновым жижем. Откуда здесь оливки? Сочиняя, да? Не этот, он так сказал. Какая романтическая погода. Или романтичная, как правильно сказать. Неважно. Неважно. Да, меня поняли. Полил дождик. Это такой природный полив газона. Вовремя мы с пляжа свалили наши стейки. Очень тоненькие. Так что стриплон. Какая разница, толщина-то все равно. Стриплон это место. А это, так сказать, тоненький стейк. Один стейк поделен на три. Он, по-моему, долларов евро 30, наверное, 25-30 стоит. Тут икра, че-то вам. Икра лягушки. Тропической. Тропической, да. И вот еще, пожалуйста, красненькая, синенькая какая-то икра. Головастиков. Это еще не все. Сюда входит картошечка и салатик. Вот такой салатик. И вот такая картошечка. Всем приятного аппетита. Оля, естественно, не помнит, сколько стоило, да, эта блюда? Я не запомнила. Мне же все хорошо. Придется попросить меню, чтобы заказать десерт еще. Ну, как же без десерта? Десерты, конечно, крем-брюле. В общем, 11 евро стоит вот этот десерт. Стейки стоили по 30 евро. Ну, плюс 6, там 7 напитков. Кофе 8. Приблизительно по 7-8 евро. Вот посчитайте, сколько обед бы нам обошелся, если бы не все включено. Приятного аппетита. Местечко здесь прекрасное. Народу очень мало. Здесь, видимо, кто знает, те приходят, либо кому не лень, потому что очень приличное расстояние. В общем, кто здесь отдыхает, приходите сюда. Народу мало. Можно поесть на халяву стейки, если у вас все включено. Ну, и прекрасно провести время. На территории нашего отеля еще находится Шато. Хорошо, что у нас есть автомобиль. А то территория... Сколько ты сказала? Две с половиной тысячи гектар? Да. В общем, здесь надо по территории отеля передвигаться на автомобиле. У них интересно, да, гольфкары вот эти не предусмотрены? О, это гуси, по-моему, нет? Гуси. Гуся. В общем, мы приехали на территорию шатоу. Шатоу. Хотим прогуляться, посмотреть, что здесь. Где тут и черепашки, и гуси, где черепашки? О, нифига себе. Точно. Да тут и рыбки, тут и утки, тут и... Ну, здесь кое, по-моему, карпы плавают. Вон, просто вода мутненькая. Не так видно. Светлых видно еще более-менее. А вот черепахи, видите, увеличу. О, там огромную черепаха. Смотри, вон она. В кустах. Вот. А это кто это? Гуси, гуси, га-га-га. Есть хотите, нифига. Вот. Такая вот ухоженная территория здесь, как обычно, все. Что здесь? Здесь имеется вон пушка. Классно. Вон накидали хлеба прям батонами. А мы не можем? Да и ладно, не гавкай. Мы рыбок покормим. Давай, 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 топай. Давай, давай, давай. Не возмущайся. Возмущается. Га-га-га. Вот. Здесь посидеть можно. О, здесь они переблюнули. Здесь целые, я не знаю, светильники. У нас на дереве такие конусы. А здесь прям целые светильники. По-моему, дочь-то атакует. Я такой пастух. Давай, давай, давай. Не крякайте много. Здесь, оказывается, вон есть проход на остров к черепашкам. Черепаши остров, так скажем. Лавочка. Здесь вообще так красиво. Капец. Так. Что здесь? Блин, с той стороны лучше было черепах. Видно, вон она. Спряталась там. Она одна здесь. Одна большая, две маленькие. Все ухожено. Ну, так вот похоже. О, ломка нашла качеля. Деревья так наклонены, но живут, растут. Ну, опять, такой вот колониальный стиль. Вот, блин, выговорит тяжело. Мы сделали такой вывод, какой, что здесь населяют сейчас остров, потомки тех рабов, которые были сюда завезены несколько столетий назад. И у них как будто в ДНК, что ли, вот это вот обслуживание в угоду кому-то и так далее. Поэтому здесь такой сервис. Но это кроме шуток мы к этому выводу пришли. Не знаю, так это или нет. Смотрите, как красиво. Конечно, тут культуру свою французы оставили какую-то, да, европейскую. Особенно язык. Тут в основном все разговаривают хоть читается английский, практически все на французском почему-то разговаривают. Вот, англичане оставили праворульное движение. Вот так вот здесь такой садик. Но это чисто европейский стиль. В общем так, если вам просто надоело сидеть в отеле, есть где разгуляться. Берете свою пару либо семью, и идете просто гулять. Настолько дней, сколько мы здесь были, не видели ни одну газонокосилку, ни одного работника, который ковырялся бы, что-то делал. Но при всем при этом все пострижено, все убрано. И все, ну, как бы и наведен порядок. где и как, когда, непонятно. Такая картинка здесь. Ну, шато, это, конечно, имеется в виду, наверное, сама территория. На замок это не похоже. Такой двухэтажный домик с балконами. И здесь открывается вот эта вот часть виллы. Мы уже показывали, когда обедали. Вол, так, парковка, отсюда не видно. Вон там ресторан, гольф-клуб. И, соответственно, здесь гольфовые поля. мы как-то видели вот, мы, наверное, тут несколько озер какое-то видели, там большие рыбы водятся. Такая вот красота здесь. Ну, и вот, пока я иду, солнышко вроде бы, да, чистое небо и ливень. Вот, тропический ливень. Зима, как говорится. Сейчас у них по их календарю получается декабрь. Месяц, снега пока нет. Вот, ливни бывают очень часто. Мы пришли в само-шатое, а здесь ресторан. Давайте заглянем. Ух, пока обстановка здесь. Рояль. Обстановочка очень даже такая располагающая. Что-то мы потеряли. сейчас зайдем с этой стороны. Мы думали, на самом деле, здесь замок. Такой замок-замок. Зайдем, посмотрим. А здесь, ну, ресторан. И, как вы видите, помещение сейчас не больше, чем обычный российский дом. сейчас мы прогуляемся, пока нас не выгнали. Здесь можем просто посидеть. Wi-Fi есть. здесь на компанию накрыто. винная комната. А, там зайти наверно можно. Хотя, не факт. Никого почему-то нет. винная комната закрыта. здесь продолжение, а здесь кухня. Вроде бы, у нас не выгоняют, но до сих пор никого не видели. Поднимемся сейчас на второй этаж. на втором этаже, продолжение ресторана. Мы так думаем. Сейчас еще и не обед. Ну, до ужина это вообще далеко. Сейчас по кругу прогуляемся. ключи. О, здесь вообще ну, если открыто можно зайти, Здесь типа музей. да, скорее всего музей. здесь есть спальня, картины. Странно халат висит. Может это сдают тоже? Может это номер такой огромный? Можно его снять? Мы это не знаем. Судя вот телефон стоит, скорее всего это номер большой какой-то телевизор, стол большой. Надо, мне кажется, валить отсюда. Старинные часы в колпактах сделали, чтобы не повредили. Обои. Интересненько, интересненько. Ну, конечно, здесь сверху такой вид. Шикарный прям. Сад. с фонтанами. Ну, прям буржуи жили, а как? Вокруг наверное сахарные плантации какие-то были, а сейчас гольфовые поля. Ну, ладно, не будем уж совсем фантазировать, да? Тут качелька мы отсюда пришли. Ох! вентилятор кто-то забыл выключить. Здесь на самом деле и так продувается на втором этаже очень хорошо. Ну, в общем-то, много сидячих мест. Я, честно говоря, не понял, этот номер сдается или нет. если тут это номер люди живут допустим здесь очень вот это сдувили наверху видите чьи-то еще конечно шучу просто грязное а может хотя чем черт не шутит вот еще раз карта вот наш отель вот это второй отель который мы делали обзор а вот это вот шаток где мы сейчас находимся и здесь территория смотрите какая огромная ну две с половиной тысячи гектаров это не шуми ладно в принципе мы посмотрели еще одну локацию и все на этом обзор отеля закончился нашего если вам интересно и вы хотите попасть сюда на маврики это кольги к турагенту обращайтесь все на отдыхались мы посмотрели все по отелю все показали сейчас едем в аэропорт сдавать нашу букашку и улетаем домой все мы в аэропорту вот наш букан делаем вот такой осмотр все четко ровненько все как положено конечно если откровенно машина нифига неудобная дайка ключ от машины машина вообще неудобная ну для езды ну в принципе спасибо этой тачке так что у нас тут по топливу топливо как мы брали два отделения так оно и есть пожалуйста все есть кондиционер непонятно автомат это или робот или вариатор вот спасибо буканон нас выручил потому что экскурсии очень дорогие да на острове а так мы помотались на 20 литров всего заправили на 40 не на 40 на этом меньше сейчас я скажу а где-то на 30 с чем-то евро ну 30 наверное я напишу все мы движемся вон аэропорт международный сейчас мы должны встретиться там с человечком 16 выход да и все ему передать ключи ну и тикет наверное на въезд вот на таких тачках тут ездят люди о peugeot пикап ничего себе в общем ладно тут в принципе все организовано четко единственное пешеходам вот мы идем непонятно куда идти как идти где идти сейчас я возьму вот тачка халявая сейчас возьмем тачку перейдем идет вон парень все мы с ним встретились обнялись так как говорится расцеловались моему ключи и талончик от паркинга отдали и все никакого залога ничего не было поэтому все нормально мы со своей стороны все выполнили я думаю они будут тоже довольны ну такое демократия да на честном слове по сути вообще можно было просто улететь у них наверняка есть ключи запасные он бы нашел машину и уехал потом что поразило в местном аэропорту так это чистота и порядок порядок во всем столько полиции столько направляющих вот смотрите птичка дадо какая она прикольная вообще классная это символ а вот такая вот есть ой вот так покажем не уронить главное внутри птичка тоже ой еще вот такая есть этих дадо уже не существует как мы уже говорили ранее но увековечивали так сказать в памяти а это что еще нашли мы смотрите что русский стандарт а стоит 19 евро такая вот такая 30 50 ну смирнов это уже не нашего донская прикольная водка нас объявили посадку надо быстренько заканчивать этот ролик нам очень понравилось на маврики все доброжелательные так все четко продумано да сервис супер да отели классные особенно здесь хорошо тем кто не любит с русскоговорящими отдыхать вот здесь мы встретили ну наверное человек 10 за весь отдых вот классно а самое я обещал рассказать как мы сюда попали это была давнишняя такая мечта наверное 20 с лишним лет назад я встретил одного туриста мужичка такого взрослого с женой они путешествуют ну такой состоятельный и он говорит что где он только не был на маврики самый лучший был сервис его жизни и тогда вот у меня это как бы под корку залезло и я вот все время об этом думал теперь в этом году мы когда планировали поездку мы смотрели в Турцию хорошие отели ну скажем так те отели которые мы смотрели на неделю на нас на троих стоили от 600 тысяч да наверное и выше 600 плюс и Ольга предложила говорит а давай куда-нибудь за эти деньги слетаем в другую страну где мы не были посмотрим и страну посетим да Оля вот и ну как бы у нас этот отдых обошелся дешевле чем отдых неделю в Турции мы здесь были неделю с пересадкой эмирицами и так далее он нам обошелся около 500 тысяч ну с арендой машины со всеми делами все включено отель обязательно берите те кто думают что мы сейчас из отеля выйдем здесь вам не Таиланд не Бали не Бали там никакие не Турция выйдите ничего нет такси очень дорогое топливо дорогое где-то полтора евро стоит литр ой вроде все в общем нам всем понравилось вам понравилось очень понравилось рекомендую хотя бы один раз посетить Маврил вот запало в душу и мы будем теперь думать иногда ловить там отца а кто хочет попасть сюда пожалуйста Ольга может помочь забронировать все я вам сразу хочу сказать что через Ольгу забронировать отели дешевле чем на букинге или где-то или как-то по крайней мере у вас еще и будет поддержка от туроператора турагента ну все сейчас мы полетим от 380 до Дубая из Дубая пересадка удобная 2 часа и на Дубай летим в Москву во Внуково в аэропорт Внуково кто хочет посмотреть этот перелет посмотрите наш первый ролик там мы подробно показали и еду и самолет и ну и все все пока подписывайтесь обязательно не забывайте нажимать колокольчик чтобы не пропустить следующее видео всем пока до новых путешествий Редактор субтитров Некhi Продолжение следует...